Вода, дорога, очевидно любому морскому, который ходит. Напротив, Япония и неоновые огни билбордов на Акихабаре. И ими вредит половина моего поколения. Елена Киселева – молодой поэт и автор. Она родилась и выросла во Владивостоке, поэтому в ее стихотворениях можно встретить такие близкие каждому приморцу образы, как море, сопки, японские автомобили, зимняя рыбалка. В 50% моих стихотворений присутствует море. Либо это фон, либо это какой-то лирический герой, либо оно помогает повествованию, передает какую-то погоду, атмосферу. Когда Елена решила участвовать в одном из самых крупных в России фестивалей – «Филатовфест», она поняла, что на сцене будет читать поэтическую подборку с дальневосточным колоритом. Я решила, что я буду читать именно стихотворения с морской направленностью, потому что это очень интересно для жителей европейской части России побывать через стихи поэта в какой-то другой поэтической среде. И большинство стихотворений, которые я читала, они были написаны этой зимой. «Филатовфест» – Всероссийский фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова. Организован в 2014 году поэтом, актером и режиссером, выходцем из театра на Таганке Владом Маленко. В этом году в мероприятии приняли участие более 2500 авторов из всех регионов России. В финал после многочисленных отборочных этапов вышли только 16 из них. В том числе молодая поэтесса из Владивостока, что стало для Елены большим достижением. Было очень интересно именно выйти из города и посмотреть, что есть в других городах. Посмотреть, что бывает, посмотреть на других людей, окунуться именно в сильное творчество. Потому что все поэты, которых выбрали, они очень сильные. Почувствовать себя в этой поэзии среди остальных таких же увлеченных людей – это было очень ценно и очень важно для меня. Со слов Елены, во Владивостоке много талантливых поэтов и достаточное количество сообществ, таких как «Голос Логоса», «Чтиво», «Узкий взгляд», но отдаленность региона ставит рамки. В Владивостоке, я считаю, очень не хватает какого-то, может быть, крупного фестиваля, чтобы к нам приезжали поэты именно с европейской части России. Вот этого нам не хватает. То есть своих поэтов у нас довольно много, но нам нужен именно обмен каким-то опытом. Писать и читать стихи пока для Елены – это хобби по профессии девушка-дизайнер-художник, но в планах у поэтессы поменять приоритеты. Больше выступать перед зрителем, выпустить второй сборник стихов, а в будущем может даже организовать поэтический фестиваль в городе Уморе. Алина Черненко, Анастасия Лихман, Новости на Восьмом.